Алычину это что-то. Это просто... Я не верю своим глазам. Ну как? Папа, ну как её может быть столько много? Она уже ж поспела. Она вкусная, жёлтенькая. Поспела-поспела некоторые. Это другой сорт. Там вот красная, а это жёлтая. Смотри, сколько уже на земле лежит. Всё усыпано, всё. Ну как так может быть? Посмотри, вон оно, гроздьями это алыча. Просто гроздьями висит. Я никогда не видела столько ягод на одном дереве. Ты посмотри, оно аж склонилось под их тяжестью. Ну вот, сейчас постараюсь показать как-то вот так вот поближе, сколько её. И уже не говоря о том, сколько упало. Ну вот, а я тут тушу курочку в сметанке у меня вот такая. Всё уже, наверное, готово. Уже почти час она у меня. Здесь буду варить спагетти. Вроде не хотели кучу салатиков, а Вовка говорит, хочу, хочу, сварите мне хоть чуть-чуть спагетти. Так что вот. Я бы такого не догадался. Там такие полороты сюжета, аж столько. Гу-гу-гу-гу. Вот Алена здесь уже отложила. Салатиков. Один, второй, третий. Ещё у меня два Вова. Ну какие спагетти? Ну ладно, Вове спагетти. Перферсональный заказ. Миша тоже, он говорил, спагетти будет. У вас есть, Маш, палочки? Палочки мне, Миш, я ищи. Спроси лучше у Лены, она лучше знает. Тут пилка есть. Во-первых, не думайте, у нас пилка есть. А штука есть для, чтобы соя или соус не будет? Какая-нибудь пиалка, розетка. Не знаю, Миш, вон ищи всё в шкафу сам. Я здесь знаю меньше, чем ты. Ты тут, считай, вырос с детства, а я приезжаю раз в пять лет. Так что всё, что найдёшь, Миша, всё твоё. А соя и соус, мне сказали, у вас есть. Есть, есть, да. Ну и вот какой у нас получился стол. Хороший стол получился. Я так понимаю, макароны кроме нас с Мишей никто не будет. Стол раздвинули. Первый раз я, кстати, вижу вот этот стол раздвинул. А, он большой, смотри. Так, где надо, здесь лучше, чем там. Линочка, садись сюда, мы туда с папой. Сюда, мы вот сюда. Иди, папа, лезь в угол. А я, как всегда, это моё место в углу. Так, на, папуль, тебе компотик. Попробуй, это мой компотик. Это такой, как твой. Первый раз сели всей семьёй за стол. Да, не можешь не отвлекаться. Мужина здоровья. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Всё, все, садимся. Будем пить винцо вот такое красное, да? Лена, фрост, принеси мне фрост. Папа будет фрост с нами. Прямо иди. Ну ладно, всё, отключаемся. Давай, отключай, вот так вот. Времени 7 часов утра. Вот, а мы с папой решили выпить водки с утра. Вот, поставили бутылку. И думаем, а чего мы живём и не пьём, да? Возьмём сейчас с утра, напьёмся и будем валять по пьяной. Вот, а на самом деле нет. Конечно, вот это такой приборчик у папы. Ой, какой хорошенький такой вот. Маленький. Маленький. Вот, и утром на голодный желудок, даже не попив ни воды, ничего, мы решили измерить сахар. Папа периодически, поскольку у него сахарный диабет обнаружили, он теперь периодически, вот так раз в неделю... Даже почаще, да? Нет. Давно уже. А это вот ещё какая-то тут трубочка. А это вот прокалывать? Мы папе утверждаем, что нельзя водкой. Вот напишите, кто знает, что нельзя водкой протирать. Потому что в водке сахар есть. Давай. Почему так обрабатывает это? Проверять идёшь. Тебе с фитом намажут, потом прокалывают. Ну, в общем, ладно. Вот это что такое? А это сейчас открываем. Вот иголка. А, это вот такая тут иголочка? А, тут уже готово у меня всё. Это я... Это прошлое... Ну, какая иголочка? Вот с одной стороны я её... Это вот так. По пластинке там. А это вытаскивать потом. О! Ой, какая пластиночка! Потом вот это её надо... Она вытаскивается вот сейчас. А, и вот вставляем пластиночку в прибор. Вот. Вон, код наш 309 нормальный. Седьмого, этот... Девятнадцатого, седьмого, с семь утра, с семь четыре утра. А, с семь ноль четыре утра. А ну, вот этот приборчик, он запоминает показания. Там несколько показаний, да. Всё время так, пока вот сюда ставишь. И можно посмотреть предыдущие. Вот я теперь... Сужи я маленько так. Ну вот. Я буду без водки. А водка эта положена? Только её высушить надо. Когда водка... И вымоёшь руку, тоже высушить. Ну да. Особенно один палец. Ну всё, давай. Так, сейчас я... Прокалываем. Оп! Вот. И... Ой, а тут... И вот эту капельку сюда. Оп! Вот так вот она. Ждёшь, когда она остановит. И запикала, да? Пять и девять. Пять и девять. Вот это да! Ну, папа! Так вот тебя в космос можно отправлять. Смотри-ка. Вот это да! А потому что утром без еды? Ну так правильно. Ну так и должно быть. Ну, почти в норме. Норма пять и пять. У него пять и девять. Так, подожди. Ты кверх ногами мы смотрим. А, четыре и пять. Шесть и пять. А? Шесть и пять. Шесть и пять, да. Ну, тоже неплохо. Нет, неплохо. Неплохо. Ой, а мы уже обрадовались пять и девять. Шесть и пять. Шесть и пять это вообще. Ну, тоже хорошо. Норма пять и пять. У него обычно, он утром мерил, в последний раз было восемь и... Сколько? Восемь и один? Девять и один. Девять и один. А вот сегодня шесть и пять. Это очень хорошо. Очень. Узнавать я это... Вот, вот память. А, память девять и один. Девять и один было двенадцатого ноль седьмого. Вот ты думаешь, что нажимай, дальше сколько у меня было? Двенадцать и три было. Ай. Все запоминают полностью. Восемь и восемь. Восемь и пять. Двадцать и один и шесть. Ну, это вы когда неправильно, да? Да. Ну, и сегодня я это... Ну, поздравляю, папочка, поздравляю. Вот. Девять и один было. Вот сейчас тебе будем ставить. Ну, все, теперь, да, будем мне... Сейчас мне поставим новую иголочку. А где иголочки новые идут? Вот там, в пачке? Погоди. А, ну да. Ага, в пачке точно. А, так их много, ты не экономи иголочки. Нет, так что... У тебя двадцать пять пластин, двадцать пять иголочек. Мы будем покупать, когда новые пластины, так и так новые иголочки. Ну, а что, зачем? Она вот прокалывает, хорошо, у меня вот второй раз. Ну, понятно, но смысла нет экономить. А зачем смысла нет? Что их это выбрасывать? Это написано инструкцией, чтобы... Потому что я, ты, в общем, когда многие... Разные люди? Да. Так. А иголочки, они продаются отдельно или вместе с пластинами? Это пришло вперед, а потом уже покупать. Ну, а вот такие маленькие иголочки, хорошенькие. Так, сейчас. Вот это у нас. Так, или какой палец? Вот это? Любой. Любой? Ну. Давай. Ай, я боюсь, больно будет. Ты, 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 вот это, вот, вот так. Больно, папа! Нет, не больно. Ай, я боюсь. Погоди, зачем мне поднимать? Ай, ёп! Ну, ничего там нет, ты чё? Погоди-ка. У меня крови нету. Ой, всё у тебя есть. Твои единицы, лови, куда? А? 4,7! Ой, самый нормальный. Господи! Самый нормальный. Ну, это вообще нормально? 4,7! Да, это самый нормальный. Я последний раз, было 5,9. Я думала, у меня сахар повышенный. Я сахар не ела 3 месяца, я же боялась сахар есть. Ах, вот это да! Так что у нас мы с тобой более-менее. Ну, всё, так что вот таким образом мы проверили с папой сахар. Я твою память не поставлю. Не надо, да? Потому что бой только будет. А, давай, а можно сбросить и не ставить в память. Ну, в общем, вот мы с папой довольны с утра, а теперь можно хряпнуть и в водочке. Пока я зависала в компьютере, у папы тут уже работа кипит полным ходом. Вот он как оттаивает в холодильник. А зачем ты с вентилятором так быстрее просто, да? Конечно. Вот он что делает. Поставил и всё, да? Да, я всегда улетаю. Ну вот, молодец. Ну всё, вот. Да, времени 9 утра у нас. Там, может, вода-то у тебя остыла? А, ну я сейчас посмотрю. Вот, кстати, сколько уже у нас яблок. Две полных банки. Я пойду сейчас мыться. Он по пулечкам мне воды налил уже в ванночку. Пошли опять в ларёк с топродуктами. Пойдём в ларёк, да. Пойдём в ларёк, да. Наша прогулочка. Погуляем хоть. Сколько сегодня градусов, кто-то не смотрел? Двадцать. Двадцать. Вот, у нас. Самый комфортный двадцать. Да, жара спала сейчас. Прямо красота. Жара спала и жизнь наладилась маленькая, лучше стала. Когда жарко, папа плохо себя чувствует. У него сердце, аритмия. Дважды скорую вызывали уже. Ну, не при мне, вот это, пару недель назад, когда жара стояла. Поэтому мне, этот, осень, это мне... Да, тебе вот такая погода лучше. Да. Ну, я помолился, вот погода такая стала. Ты сигнал во Вселенную послал. Да. Вот тебе и это. У меня этот есть, помощник. Да. Здравствуйте. 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 Что нам надо-то? Сыр маленький давай возьмем. Сыр надо взять. Сметанку возьми, только маленькую. Маленькую возьмем. Папа, меня засадите, сейчас мне надо в холодильник. Здравствуйте. А что, ты большой взял? Нормально. Нормально. Крылышки пока не будем брать. Ну, пока. Да, а то вчера тушили, уже сегодня нам не надо. Молоко, кефир будете? Да, будет. Молоко полтора есть? Есть. Бери. И кефир полтора. Тоже есть. А мой-то кефир там есть, ты не смотрел? Есть тебе. Есть, да. Ну, все. Каждый на слой кефир? А я два и пять беру, а он полтора. А это сырки, сырки. А, ну возьми парочку, много не бери, два возьми. Ну вот, купили молока, кефира, гречку. Да. Он любит гречку. Сколько она стоит для 60? 25,700. Ну вот. Сыр, сметану, сырочки и мороженое. Я мороженое не ем. Валентина напугала меня, что это комиссию туда могут закрыть. Ой, я испугался. Она уже надуела, эта комиссия. Я говорю, ой, как же мы будем жить-то. Как же будем жить-то? Ну, пока это, не сразу как это. Не паникуйте. Не паникуйте, может пройдет как все. Ну, пойдем. Спасибо большое. Покажу вам, что происходит с моей кофточкой. Я довязала уже перец со спинкой. Дважды перевязывала вот этот самый-самый низ. У меня не получалось. И вот до сих пор, я не знаю, получилось или нет. Так оставить или еще что-то помараковать. Вот даже ниточку пока не отрезаю. Небольшой кусочек остался от моточка. Вот. И рукавчик. Начала вязать один. Вот сейчас хочу померить, как это у меня будет лежать, сидеть. И заодно вам покажу. Вот. Рукавчик таким образом у меня здесь выходит. Очень хорошо. Лучше, чем в предыдущий раз на болеро. Ну, вот. Как получается. Мне очень нравится. Низ, в принципе, неплохо. Но я хотела, чтобы было потуже, как бы, резинкой. А теперь мне кажется, почему-то, что она слегка тянет. Хотя, с другой стороны, вроде как, вроде как и неплохо. Не знаю, оставить или перевязывать. Да, будет еще померить с джинсами. Рукавчик пока такой. Но я планирую где-то сделать вот по локоть. Сколько хватит ниток. Это у меня последний моток. И хватит где-то вот до середины руки, до локтя. Лена вообще мне предлагала вот так оставить с крылышками. Но мне так, конечно, не нравится. Тут незаконченный ананас. Такой вот он наполовину рисунок. И какой-то вот неоконченный вид. А вот сейчас даже вот с таким коротеньким рукавчиком уже, в принципе, можно было оставить, мне кажется. Вообще, я думала с длинным рукавом сделать. Но на длинный рукав еще нужен один моточек дополнительный. Которого у меня нет. В общем, все. Вот так вот сейчас еще отойду. И вот отсюда покажусь, как это выглядит. Буду продолжать вязать. И теперь уже, наверное, в окончательном варианте покажу. Ну, а все на сегодня. Времени уже 7-8 час. Пойдем смотреть телевизор, компьютеры довязывать. И на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok